Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампера, из Финляндии. Я нахожусь в центре Тампера и направляюсь в бутик к Сирпе. Бутик называется Лили. Ну и, конечно, скандинавский стиль, скандинавская мода. И в прошлый раз снимая, я, конечно, это видео ставлю в инфобокс. С правой стороны, если вы нажмете, вы войдете в этот инфобокс и увидите это видео. Да, конечно, хочется, чтобы люди написали комплименты. Очень много красивого. И вот эта серия Ню, это у нас фирма из Дании. Вот такой пиджак и анорак, где карманы у нас впереди. Ну и у Сирпы новый продавец. Вот эта женщина, какая милая. Я вообще не поняла, что это не Сирпа. Просто как сестра, я говорю, ну-ка, покажи, что она тебе надета. Ну, не знаю. Ну, во-ка, mitä, mitä sun pääле оон? Алоитетанку, во-ка, туста хаместа. Той хаме он хвеннако. Ну, от Утсин, махка. Ну, у тебя есть тансляние, махка. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. Черно-серые, все вешалки черного цвета. Это стиль сирбы. Ну и что же было на продавце одета? Я у нее спрашиваю, ты, наверное, размер 36. Да, она размер 36, то есть очень худенькая, небольшого роста. На ней была одета длинная кожаная юбка с разрезом. И под юбкой были одеты леггингсы. Я ей сказала, что да, и шерстяные колготки можно одеть. Ну, так как ты стоишь у двери, которая постоянно открывается и закрывается. Конечно, да, вот такие леггингсы, это самое теплое. Ну и, конечно, ботиночки должны быть вот такие на хорошем ходу. Никаких на каблуке обуви нельзя в этом магазине надеть, потому что стоишь ты целый день на ногах. И, конечно, второй этаж, да, по лестнице тоже нужно подниматься. И на ней надета мерено из шерсти, вот такой мерено с худи. И одета ке тоже, вот такая кофточка, которую можно закрутить, завернуть или сделать как водопадом. Ну и кожанка сверху. Очень приятный продавец, все рассказала, показала, показала, где скидки. Ну и, конечно, сейчас начинается селл. Везде, во всех магазинах после Рождества, после Нового года начинается селл. Ну и у Сирпы уже тоже написан селл. Люди хотят купить уже что-то бюджетненько. И вот это у них новая серия. Я это увидела, было на витрине в окне. И очень хорошо продается. Да, иногда люди не могут себе позволить купить новый наряд. Но новое, вот такой лосесор бижутерия, почему бы не купить. Ну и эти ботиночки у нас мода из Дании. Да, конечно, это натуральная кожа. И хорошая подушва должна быть. То есть, если ты выходишь, как вышли мы сегодня с Кею, да, конечно, скользковато. Вот ты никогда не знаешь, какая погода и какой снег, конечно, хочется вот в таких ботиночках ходить. Ну и если лекингсы вы носите, это здорово всегда, что есть молния. Эти ботиночки можно снять и надеть обратно. Ну и вот эта кожанка с этим мереносом, конечно, вот эта шерсть, это самая красота. И у них продается специальное средство, средство французское, чем можно, вернее, в чем можно эти шерстяные вещи стирать. Ну и, конечно, шерсть не любит стиральный пирошок. Эти гранулы будут царапать эту шерсть и делать вот такие катышки, зацепки. Конечно, жидким средством самая красота стирать вот такую одежду и шерсть. Вещи висят в два ряда, так как товара сейчас много. Ну и, конечно, красный цвет, вот этот цвет Рождества наверняка ушел бы на ура. Ну, очень тяжело сейчас люди покупают. Да, многие не покупали ровно как ничего на утепление. И люди донашивают уже, что куплено. Вот действительно, никогда ты не знаешь, какой сезон. Иногда кажется, что сезон только начинается. И вот, пожалуйста, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. И сезон уже заканчивается. То есть в январе у нас начинаются скидки. В феврале финал сел. Ну и уже в марте начинается весенняя коллекция. Ну и посмотрите, как красиво оформлены манекены. Да, о таком длинном платье, 100% шерсть, многие мечтали. И вот эти манжеты, это съемная штучка, две штучки в упаковке. Очень здорово они выручают. Такие манжеты можно, как говорится, прицепить хоть на какой свитерок, на кофточку, на пальто. Хоть, как говорится, куда. Ну и кто умеет делать, я думаю, что такие манжеты можно, как говорится, сделать и самому, а не на резинке. Ну и это у нас 100% шерсть. Вот такая фирма Нью. Это фирма у нас из Дании. Конечно, это не бюджетный шоппинг. Но слава богу, что есть скидки. Есть вот такие, как говорится, распродажные дни, когда можно купить что-то более бюджетное. Ну и сирпа, она, конечно, наверняка сейчас бы показала свой ауфит. Она всегда у нас в черном. Ну и я нарядилась тоже, взяла черные лекингсы и кофточку. Думаю, если я пальто сниму, чтобы тоже соответствовать вот этому магазину, я тоже в черном. Ну и, конечно, лен. И лен это плотный, это никакой не переработанный лен. И внизу платье вот такое красивое синее, как люблю я. Это у нас тоже шерсть 100%. Да, конечно, много детской одежды. Это у них новая серия. И у нас вот такая красота для маленьких детей. Здесь есть платьица, здесь есть худи, здесь есть жилетка. И у нас это тоже вот такая красивая шерсть 59,95 стоит. Вот такая бейби шерсть. Наверняка многие бы с удовольствием купили маленьким детям. И как приятно к руке. То есть не колется, не чешется. Да, вещи натуральные. И, конечно, в этом можно утеплиться. Полиэстер переработанный вряд ли ты утеплишься, если на улице минус 10, минус 20. А в Лапландии еще больше. Посмотрите, какие малюсенькие штанишки 49,95. Да, если у ребенка подгузник, вот сделано специально вот так. Ну и эти мне напоминают наши ритузики. Да, ритузики на резиночке. Это самая красота. И большой выбор детской одежды. Это, конечно, новинка. Но никогда мы не знаем, что люди покупают. Может быть, для подарка еще купят. И, как говорится, в январе. Вот здесь выбор этой детской одежды. Ну и, конечно, распродажки. Да, распродажки все ждут. Я сама смотрю, что бы такое мне померить. И примерки я хочу тоже, как говорится, посмотреть, если будет возможность снять. Но я думаю, этот ролик будет и так длинный. Ну и, поднимаясь на второй этаж, здесь у нас вот эта шерсть, про которую я всегда говорю. Это у нас меринос. И да, многие не знают, что это у нас меринос итальянский. Но если мы историю этой шерсти посмотрим. Да, конечно, вот в Испании наверняка эта шерсть начала выпускаться, по-моему, в 1400 году. Может быть, кто-то меня сейчас поправит. Но вот я когда первый раз читала историю этой шерсти, когда эти первые овцы начали, вот как говорится, люди поняли, что вот из них можно такую шерсть сделать. Да, конечно, история всегда интересно почитать, посмотреть. Я, к сожалению, не историк моды, но все равно интересно загуглить вот про эту шерсть. Но и эти юбки я показываю и не год, и не два, и не три. Они пользуются спросом наверняка на каждый праздник. И здесь у нас и черная, и розовая. И вот, пожалуйста, в трех цветах. Ой, вот эта розовая тоже, какая красивая. И главное, что они на резинке. 79 евро, я считаю, что очень достойная цена. И здесь у нас три цвета. Вот такой коричневый, зеленый и серо-зеленый. И посмотрите, сколько много этой сетки. Да, конечно, должна эта юбка быть вот такой богатой. Если она, в общем, в аптегон, да, всегда, как говорится, некомфортно в таком. Здесь вот видно, что материальчику не пожалели. Не пожалели. Да, с какой-то красивой, с красивой блузкой в такой юбке хоть на какой праздник. Ну, я думаю, сейчас со скидок наверняка придут люди и купят. И посмотрите, как здорово сделана вот эта резинка. То есть здесь резинка и еще шнурок. То есть, действительно, если ты похудел или поправился, всегда можно этот шнурок затянуть. И материальчик здесь вот так. То есть, конечно, очень она такая богатая, эта юбка. Ну, и эти шарфы продаются на ура. Они продаются и зимой, и летом, так как летом тоже люди могут идти в какой-то летний театр и вот такой шарф кинуть на плечи. Ну, и сейчас у сирпы зимние пальто все со скидками. И эти пальто вот такие. То есть, они не пропускают влагу. Этот материал легкий, и можно стирать. И они морозоустойчивые до минус 20. Вот такое пальто. Да, конечно, многие бы с удовольствием примерили. Ну, и это шарфик у нас от Нью. Это у нас шерсть. И вот эти сетки продаются тоже на ура. Да, иногда бывает какая-то очень красивая жилетка, но нет рукава. Вот такую сетку можно купить. И всегда, как говорится, вытащить ее, она всегда будет в помощь. То есть, вот из такой сетки всегда можно добавить к твоему наряду рукава. Ну, и это, конечно, сама по себе сетка очень красивая. Здесь очень красивая вышивка. И эти юбки двух длин, две длины у этой юбки покороче и подлиннее. Это все правильно. Я, например, метр шестьдесят восемь. И если эта юбка сделана на метр восемьдесят четыре, я, конечно, в ней буду как, знаете, девушка-начайник. Она мне в пол. Ну, куда мне в такой юбке, если она действительно в пол. Тем более зимой, конечно. Вот вторая длина, наверное, лучше будет для меня. Она будет ниже колена. Ну, и эти пальто в двух цветах. Черное и вот такой зеленый болотный цвет. Ну, мне кажется, очень миленькие эти пальто смотрятся. И с этой стороны еще у нас парка. То есть, конечно, на весну, да, почему нет. И если не пропускает влагу, в такой парке здорово стоять где-то на остановке, даже если какой-то мокрый снег или уже будет весной дождь. Да, такая пальто тоже очень здоровская. Ну, и, конечно, любовь, сирпы к льну. Лен здесь есть в двух цветах. Серый и черный. И это натуральный лен, непереработанный. Да, конечно, сейчас большая проблема, много материалов переработанных. Да, конечно, если уже переработанный полиэстер или лен, его накрахмалят, он красиво смотрится в магазине на вешалке. Но после первой стирки от этого льна может остаться просто тряпка. Поэтому непереработанный лен, конечно, хочется купить. И здесь у нас натуральный мех. Это супикойра. И, конечно, в двух цветах эти куртки продаются. 499 евро она стоила. И сейчас скидка 249 евро. 50% у нас, как говорится, скидка. Ну, и здесь у нас енот. Вот такой красивый натуральный мех. Да, конечно, эта куртка будет носиться и год, и два, и три. И как мне нравится, что есть еще вот такие благородные вещи. И все этот переработанный полиэстер, где торчит, торчат нитки, пух и так далее. И эти куртки очень хорошей длины. Если вы водите машину, как раз вот, как говорится, прикрывает пол, попу, но не в пол. И здесь у нас на весну опять парка. И эти пальто два цвета. Серо-синяя прострочена вот так. И еще молнию можно открыть сбоку. Если, например, действительно вы куда-то садитесь, всегда можно вот так раскрыть эту молнию. Всегда легче, мне кажется, сидеть. Не так, что сидите, и ни руку, и ни ногу не поднять. Мне очень нравится. 249 евро. И до 3XL размер есть у этих пальто. Да, конечно, вещь натуральная. И сразу видно, что вот так красиво сделано. И здесь у нас Раббит, то есть это у нас кролик и Шупикойра. Это у нас енот. Вот, как говорится, натуральные вещи у Сирбы тоже продаются. Мне нравится. И молния еще так красиво сделана, отстрочена черная. Ну и скидочки присутствуют. Это тоже всегда супер. Здесь у нас лен, здесь у нас шерсть. Вот такие скидки есть на этом рейле. И всегда можно прицениться. Я тоже обожаю что-то посмотреть. Хотя имею очень большой гардероб. Вот иногда смотрю и думаю, Оля, ну куда ты накупаешь? Ну а с другой стороны, да, все равно хочется что-то потрогать, что-то примерить. И все равно себе любимой что-то хочется, как говорится, новенького. Ну и вот такая шерсть. Это, конечно, самое то. Даже трогаю. У меня сейчас очень сухая кожа. Сухие руки, даже трогая, понимая, что не пристает к пальцам. Здесь у нас катон с эластаном. Вот такой петроли синий. Называется по-фински этот цвет. Ну и, конечно, ню пиджачок. Размер самый маленький, экстра смол. И до 2XL. И здесь вперед короче, зад длиннее. Ну и, конечно, вот такой стиль. Ню, это у нас фирма из Дании. Скандинавская система. Я думаю, что многие уже этот стиль знают наизусть. И я нашла точно такое же платье. 2XL. Очень мне хочется его примерить. Вот это платье. Это как люблю я. Единственное, мне кажется, вот эта резинка. Чарлстоун. Она будет в неправильном месте. То есть человек без талии. Мне нужно, чтобы эта резинка была под грудью. А не вот на этом месте, где должна быть талия. Мне так отца. Но, опять же, все нужно примерять. И мне нравится, когда на кофточке пуговки нашиты цвет в цвет. Это всегда так смотрится интеллигентно. Много раз красивая кофта. Но слепой китаец пришил каких-то коричневых или черных пуговиц. Конечно, красиво, когда смотрится вот так цвет в цвет. И точно так же, какими нитками прострочено. И вот эта юбка у нас короткая. 69 евро стоила. 48 евро стоит сейчас. Вот она более короткая. То есть вот эта длина как раз на меня, на женщину, метр 68. Ну и жилетки. Да, жилетки никто не отменял. Здесь у нас жилетка из кролика. Ну и пальто тоже минус 50%. Эти пальто я показываю в прошлом году. Да, конечно, светлый цвет. Всегда красиво, если вот такая красивая зима. Белый снег и вот эти белые пальто. Конечно, самая красота. Очень мне нравятся вот эти пальто. Ну и жилетку. Моя любовь к жилеткам. Многие помнят. И фирма Нью выпускает определенные фасоны. Вот, например, такое платье. Здесь у нас катон, шерсть и кожзаменитель. И сделано вот так. То есть здесь, как говорится, три материала собрано в одно. Да, красивый, красивый дизайн. Не избитый дизайн. Не то, что уже все это мы знаем и все мы это видели. Но все равно вот такой дизайн рулит до сих пор. И здесь то же самое. В этой стороне у нас вот такое платье. Здесь бронза, серебро, черное и кожзаменитель. Отделка. И тут точно такая же блузка. 99 стоило. 69-95. Это у нас опять Нью. Это у нас Денмарк. Очень эта фирма популярна в Дании. Конечно, так же, как и финны, хотят купить свое. Люди, которые живут в Дании, они хотят купить свои фирмы. Фирма Нью, фирма Кафе, фирма Крем, Мазай, Понтнов и так далее. Мне даже всех фирм не перечислить. Чен, Че, Че, Че. Я забыла, конечно. Сейчас Элина на меня обидится. Это все фирмы из Дании. И они очень хорошо продаются в Финляндии. И, конечно, многие с удовольствием бы купили. Тем более сейчас вот такие красивые скидки. Такая хорошая распродажа. Ну и, конечно, вещи натуральные. Так как все-таки цена вот такая непереработанная полиэстера. И здесь у нас вот такая жилетка. Спина у нас из сетки. Ну а перед вот такая красота. Да, конечно, такую жилетку можно надеть хоть на что. Хоть на белую блузку, хоть на шерстяную какую-то кофточку, если хотите. Или надеть, поддеть под какой-то пиджак. Да, конечно, у сирпы вот такой стиль. С одной стороны, минимализма она любит. Чтобы не было вот этих наворотов, каких-то рюшек и так далее. Ну а с другой стороны, она все равно покупает вот такие классические вещи, которые на этот год и на следующий год и через два года можно достать, надеть и быть самой красивой. Вот эта юбка новая. В прошлый раз я такое не видела. Тоже на резинке. Это у нас опять 99,95 стоило. И сейчас со скидкой 69,95. Здесь у нас подкладка, сетка. И на сетку нашиты вот такие лепестки. Да, очень красивые эти юбки. Если вот какой-то праздник, именина, свадьба и так далее. Да, конечно, такая юбка. Будете самая красивая на этой вечеринке. Ну, наверх можно надеть вот, например, вот эту сетку, которую показывала сейчас я. И грубые ботинки. Да, вот типичный скандинавский стиль. Вот под такую красивую юбку можно надеть грубые ботинки. Ну и лен можно носить и зимой, и летом. Это вещь натуральная. Летом в ней будет прохладно, а зимой в ней будет тепло. И опять посмотрите, какая шикарная юбка, какой шикарный низ. То есть опять вот сделана так, как люблю я. Материальчика не пожалели. И здесь у нас опять ню. Вот это сетка рукав. И фасон, как я называю всегда, кёй, а Лиза, бедная Лиза. Вот этот фасон я уже встречаю не один раз. Здесь у нас вот такой свитер, и на свитер, вот на рукавах нашита вот такая сетка прозрачная. Да, конечно, кто умеет шить, и есть какой-то свитер, который вы уже не носите, переделать, перекроить, перешить, освежить. И будет вот такая дизайн вещь. Да, конечно, красиво. Уже нового никто ничего не может придумать. Вся эта мода идёт по кругу, но с другой стороны всё это мы прекрасно знаем. И вот эти подплатишки под финский, называется Алус Мекот. Я показываю не один раз, и многие с удовольствием бы купили. Да, это не комбинация, как мне многие написали, Оле, это комбинация. Нет, это не комбинация, это подплатишко, то есть носится вот под такие вещи. Если вы не любите, чтобы просвечивало или всё это было видно, вот как на показ. Да, вот такое Алус Мекот подплатишко всегда супер. Ну и, конечно, здесь лямочки. Как у бюстгальтера можно подтянуть или, наоборот, расслабить. Если, например, длина этого платья нестандартная, вам нужно, чтобы оно было длиннее. Или короче. И здесь большой выбор вещей со скидками. Шерсть, это 100% меринос. И, например, вот эта красивая кофточка. Здесь вот такой. Вот здесь как водопад, как люблю я. Да, конечно, здорово. Ну и, опять же, можно английской булавкой заколоть. Здесь нет ни пуговки, ни петельки никакого вот такого. Но, опять же, английской булавкой можно заколоть. Это никакая не проблема. И вот эти ритузики. Ну, народ, честно говорю, если бы была у меня фигура другая, я бы вот такие ритузики из шерсти себе с удовольствием бы купила. Ну и вот эти брюки. Это у нас брюки от Нью. Я знаю, что Сирба обожает вот такие брюки. Да, носит она всегда. То есть я ее за столько лет, сколько мы знаем, ни одного раза не видела в платье. У нее всегда либо платье с брюками, либо туника с брюками. Ну, вот это ее стиль, это ее фасон. Она любит носить вот так. Да, конечно, у каждого у нас есть уже, как говорится, своя вот это понимание. Модно, не модно. Модно нравится, не нравится, как говорится. И здесь я нашла еще вот такую юбку со скидкой. Но это просто юбка, как для меня. Единственное, она мне будет длинновата. Размерчик XL. И юбочка стоит 39 евро. Вот были бы какие-то праздники. Народ, я бы такую юбку купила. И я ее просто бы укоротила. Взяла бы ножницы и немножко ее укоротила. А так, конечно, почему бы ее самой не укоротить? Там нету никаких швов. И в прошлый раз девушка из Эстонии заказывала у Сирпы сумку. Ну, здорово, что вы смогли купить. Я очень радуюсь, что когда люди что-то видят и хотят это заказать себе домой. Ну, и вот так показывая, посмотрите, какое красивое украшение из кожи. Ну, и о таком костюме на Рождество, на Новый год. Да, вот такую бы еще фигуру. И точно самая красивая вы бы были на вечеринке. Вот такие блестящие брюки и такой блестящий топ. Украшения всегда у Сирпы продаются очень хорошо. Много раз люди покупают вот такую обыкновенную сетку вверх, но хотят освежить какими-то бусиками и так далее. Ну, и так как Сирпа бывший владелец цветочного магазина, да, конечно, вот это все она продает тоже. И много раз люди покупают ее поделки, то, что она умеет делать. И, народ, вот это увидела я. Это средство для стирки. Это у нас средство натуральное французское. Вот, пожалуйста, кто умеет прочитать, пожалуйста, читайте. 500 миллилитров 13 евро 95 центов. И вот это средство стирать шерсть, лен и так далее. Это у нас этика. 13 евро 50 центов. Не знаю, дорого это или дешево, сколько это стоит во Франции. Но у нас это стоит вот так. И есть подарочные наборы. Да, сейчас можно стирать белье с уксусным добавлением. Но вот, как говорится, на вкус, на цвет товарища нет. Кто-то любит, кто-то нет. Но, опять же, я считаю, что все нужно пробовать. И вот это платье очень красивое. Оно было в прошлый раз на манекене. Ну, единственное, нужен высокий рост. Да, это платье рассчитано на высокую женщину. Ну, и сумки, конечно, натуральная кожа. Вот такие красивые вещи есть у Сирпы в магазине. И бутик называется Лили. Ну, и, конечно, всем белочкам-умелочкам делайте, останавливайте кадр, делайте скриншотик. Если вы что-то руками делать умеете вязать или делать поделки из кожи и так далее, как говорится, будьте любезны. Почему бы не начать что-то делать, если вот такая мотивация, смотря на такие вещи у вас будет. И ремни кожаные 15 евро, я считаю, тоже здорово. Всегда есть какая-то блузка, всегда есть какое-то платье. Вот такой ремень всегда можно подвязать. То есть всегда будет красивый комплект. И я, к сожалению, ремни не использую, так как у меня нету талии вообще. То есть вот я женщина, как говорится, без талии. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Оля из Тампы, из Финляндии. Вот из такого красивого бутика Лилия. Я вставлю старые обзоры в инфобокс. Благодарю продавца, что она показала свой ауфит на ряд дня. Не хворайте. Ну и, конечно, подписывайтесь. Пожалуйста, напишите комментарий. Поставьте палец вверх, если видео понравилось. Ну и палец вниз, если видео не понравилось. Не хворайте. По ссылке можете переходить на Яндекс.Дзен канал. Ну и, конечно, очень хорошо, если вы тоже подпишетесь на мои видосики. Не хворайте. С праздником!